итак будем делать сейчас обзор обзор ко мне пришел не с алиэкспресс естественно пришел официально автомобильный диагностический сканер сканматик 2 вот вот на посылочка вон ок давайте распакуем посмотрим его основной принцип работы составляющие как вообще он работает стоит ли его брать так ножик ядреный нож как он закроется даже что аккуратно скрываем ножницы сканматик 2 ура вот он коробка вроде целая но это сейчас есть не алиэкспресс на оригинальная официальная сканматик чего нас тут пишет он по блютузу может соединяться с пк у нас нет пока блютузу позже будет а так он соединяется с андроидами может цена попробовать и машина поддержит андроид и так больше ничего для писания это обычная белая коробка ну-ка скрываем что у нас так вот у нас наш великий сканматик такой маленький кстати легкий вообще вот отметка продажи вот сканматик сам так положим так дальше у нас кабель usb это кабель это для соединения сканматика вот этого с пк да вот коннектор он называется он соединяется здесь вот ладно положим тут значит так конечно объясняем базовый комплект короче если будете его заказывать базовый комплект состоит из вот этого в принципе вот это базовый комплект если ничего дополнительного то бишь это базовый комплект сам сканматик значит провод соединение с компом нас основной провод от него для соединения с переходниками убы для 2 для иномарок вот такой комплект идет для также диагностированный пример это максима шевроле вот такие машины одно если вы хотите диагностировать уже наши вас газ у вас там так далее значит тамаза не надо брать дополнительные переходники как в моем случае то есть это на газы на газ соболь там переходник вставляется вот в основной кабель то бишь не это просто не вывод основной кабель но все закручивается и это у нас вас вас он также прикручивается он без проводика просто вставляется стандартный 12 контактный разъемчик а вот эта штука это интересная штука для дополнительного питания если например он может вот ты подключили например да к разъему он питается от разъема зеленая кнопка загорелась то бишь ему можно не подавать дополнительное питание но если ему недостаточно машине молоток или что он красным горит или вообще не горит то это используется прикуриватель например автомобиля дополнительно он встыкается как понял да вот сюда вот в основной провод прикуриватель тогда ему питание дополнительно идет и он короче это работает ну и получается у нас программное обеспечение получается программа которая будет установлена на пк для работы с вот этим с этим диагностическим оборудованием ну-ка коробку установив программное обеспечение сканматик то есть мы установили то есть ну здесь вы поймете как установить завершить там вот мне пошли сканматик приложение само вот значит мы его подключили к пк но сейчас будем к машине подключать вот его меню как бы недоступно вот значит подключили вот USB вот кабель значит подключили сканматик горит красным на так полон красным это что у него питание есть или соединение с пк но нет соединения с машины потому что естественно мы не подключили значит у нас в распоряжении с ними машина распоряжение есть газ то бишь соболь инжекторный 406 двигатель под подключаем к нему значит наш переходничок вот соединили его с переходником теперь надо его вставить диагностический разъем который находится в официальном месте но найти его можно будет в документации по автомобилю так пихаем этот разъем сюда так я надеюсь угадал а вот сверху риска вставляем так вот это включить зажигание и идти смотреть что у нас там будет по так включили у нас также почему-то красненькая лампочка с мы посмотрим так вот что то у нас и так после неких манипуляции к сожалению он установил конечно это компьютер программное обеспечение но к сожалению настолько на старые то ли и эти ошибки что драйвер почему-то он не не воспринимает скан матика поэтому я позже с ним разберусь фишка том что ладно я к машине подключил все хорошо зеленая горит с машины и соединенные плюс то что он еще работает со android со смартфонами по bluetooth он и просто выгоду сможешь пока работать а может еще по android работать то есть установив программу сканматик на android ну то есть он не он не будет плеймаркете не ищите на сайте сканматик будет он так загружать apk файлом и устанавливайте вот ну интерфейс в принципе понятный с попробуем с помощью него продиагностировать машину проверить там так далее ну я чуть полазил прин скажу что то же самое что и на пк то есть как бы может быть даже не буду ставить вот ну замарочка вот такие проще будет телефончик взял раз там например продиагностировал ладно мы подключили значит надо сделать сопряжение то бишь он спросит меня же сделать сопряжение он устройство найдет просто нажимаете да выбираем марку газ для начала надо для начала надо включить зажигание и так включил зажигание включили зажигание дневной свет горит переходим значит пункт у нас чё газ газель газ волга газель так абс у меня и нету в помине двигатель соответственно не забудьте должен быть bluetooth включен и активное соединение соответственно со сканером хотя бы он выдал бы что он неактивное соединение микас может автоопределение если вы не знаете но у меня микас микас или микас 7 и 1 значит 7 1 все у нас он перешел если неправильно было бы сказал бы неправильно ну где самое важно это переменые ну я уже здесь вы stell короче переменные это такие вы вставляете сами параметры можно наборы делать ull 1 сделал временный я потом буду делить их то есть вы можете когда наборы например чисто для ДМРВ, например, чисто для него И там раз положение ДМРВ и так далее, ну тут будут наборы Я как бы сейчас не буду перебирать А так, все таблицы, все то же самое Что и на ПК, есть и на андроиде То есть тут можно наблюдать и так же регулировать Давайте попробуем запустить это все Сейчас мы идем Итак, мы внутри Ну, хотя как внутри Ну тут небольшой ремонт панели, поэтому не очень внимания Факт в том, что остальное все работает Зажигание все есть и лампочка там есть Короче, вот у нас же вот готовы графики То есть у нас блокировка выхода нет Нет, все нет, нет, нет Я буду на ходу проверять Ну, хотя бы тестировать, что есть, то есть Хотя, благо, ошибок нету Потом посмотрим Короче, запускаем двигатель Вот И посмотрим сейчас Попробуем что-нибудь, извините Или подрегулировать Помню, сканоматика 2 Удобно по Bluetooth, что можно Куда хочешь лазить Ну, куда хочешь Куда Bluetooth хватит А сканоматик валяется, где там хочешь Значит, запускаем Так, мы запустили Запустили Частота пошла вращение Например, когда не что-то 1200 оборот Нажмем на газулю Да Здесь вот, ну, датчики Можно еще выставить Можно даже все наборы делать А позже сделаю Частота вращения коленвала На холостых оборотах Вот сейчас Это просто частота вращения Повышается, соответственно Массовый расход воздуха Идет этот датчик ДМРВ Вот Микрофончик чуть закрыл Температура воздуха А, воздух Так, это у нас такое Охлаждающая жидкость сейчас 34 Это все можно вывести В графике Я вам покажу, как это вывести Нет, АМ не надо Тут, короче, признак детонации нету Но я выводил Смесь у нас богатая Признак холостого хода Видишь? Нету, потому что нажимаю, естественно Включение клапана от десорбера Нету, все Теперь попробуем кое-что Изменить То есть здесь нажимаем АМ Это изменить И пошли Лампа неисправности То есть Можем ее включить и выключить Сейчас она выключена Включается? Да Можем нам пролить лампочку Например, вот сейчас она выключена Лампа Ну, у меня она Без панели А на панели она вот так Она сейчас не горит А сейчас включаем Вкрыл Она загорелась Вкрыл Выкрыл Вкрыл Выкрыл Все Отвечает, в принципе Значит, дальше Чем у нас Такой Вентилятор можно включить Охлаждение Вкрыл Да, у нас здесь, к сожалению Механический Он такой от датчика Сразу Он его мозги не включает Так Бензон С вас можно включить АППХ Вот так Давайте проверим форсунки То есть Если Ну, как получается Если Ну, кто знает Выключаешь форсунку Соответственно, двигатель Сейчас он работает стабильно Если Что-нибудь выключим Он будет Дергаться Или нестабильно Проверим Вот сейчас Он управляется ИБУ Отключить Затрясло В принципе Включаем Так же Вот можно форсунки Приверить на исправность Вот таким макаром Отключить Вкрыл Все работает То есть Форсунка Три и так далее Затрясло Форсунка О, 8 форсунок Гот Давай шестую Отключим Потому что их нету Всего здесь Четыре форсунки Поправка Можно поправить ОС Мне надо еще понять Что такое ОС Ну ладно Это я сейчас Так Здесь каждая Это наверное Удильная Ну ладно Значит степень Коэффициент Коррекции Смещения Можно смещение сделать Но я лучше не вытрувать Я лучше по По Ну Выкл Выкл Я лучше Позже Подучусь Ну как подучу Посмотрю там Как это Я вам объясню подробнее Коэффициент коррекции От Сорбера Ну Здесь О Обороты Ну-ка попробуем Оборот 900 Обороты В принципе Повышаются Холостой ход Это 900 Может меньше Кстати Обороты По-моему Большоватые Давайте поставим 800 Ладно Поставим Как было 900 Вот Вот Ребютер Детонации Выкл Выкл Это может не влияет Эпхх Нет Нахрен Чудо очищать Поэтому Вот такая Учняга В принципе Бензонасос Можно Выкл Выкл Но Он Если Выкл Наверное Лампа Не Справа В принципе Мы провели Основные части Можно их тут Регулировать Ну Еще Это не Не Вся Таблица Поэтому В принципе Сканматик Это Можно Глушануть Все Здесь В принципе Ну Сейчас Он Скажет Включи Зажигание Ёпти Вот Такая Учняга Вот Нет ответа Блока Включено Лизажигание Ну Да Сейчас Включим Зажигание Вот В принципе Он Сейчас Уже Блок Попрет Все То же Самое Удобная Штука Как говорится Честно Говоря Удобная Штука То есть Подключил Ты Этот Сканматик И Ну Он Компакт В принципе Это Ну Что На ПК Хотя Там Вот Можно Подключить Но Это Надо Смотреть Но Я думаю Не буду Разморачиваться Если То же Самое Есть На Смартфоне То Попроще Как бы Удобнее Там Не надо Правда Вести Внутрь Сел Там Погазовал Чтобы Там Не С Компом Лезть Смотреть Сразу Состояние Вот В этом Плюс То Что Он Блютуз Этот Сканматик Поэтому Набор Этот Хороший То есть Подключаете Тут Обычные Обычные Толстенькие Обычные Провода Поэтому Для Личной Диагностики Чтобы Постоянно Не ездить На Диагностику В СТО Или Какие-нибудь Другие Места Где Требуют Деньги Раз Там Раз Заплатить И Самим Контролировать Состояние Раз Лампа Загорелась Раз Там Можно Ошибки Кстати Ошибки Если Не Показан Ну ладно Там Можно Ошибки Также Можно Проверять То есть Ошибок Влага Нет То есть Какие Удалять Или Смотреть Что Неисправно Именно Что Там И Знать Как В курсе Даже Электроника В курсе Быть Насчет Состояния Своего Движка Вот Такие Макароны С пирогами Значит В итоге Этот На мой Момент На данный Момент Я его Взял Сам Сканматик Стоит Почти 16 тысяч Так Это Базовый набор То что Я тогда Объяснял Значит Переходники Ну плюс Какие у вас машины Там есть еще Mitsubishi Байт Есть По-моему На Chevrolet На Chevrolet Есть В базовом Комплекте Есть OBD2 Протокол Ну не протокол Есть соединение Само Где вот Можно Во многие Иномарки Вставить Вот такой Разъемчик Так же Ну а если У вас Как у всех У нас Наши Великие Отечественные Машины То Надо Прикупать Как говорится Дополнительно Переходники Как я уже говорил На вас Например На газ И так далее Все Все переходники Они стоят Одной из цены 750 рублей Стоит вот такая штука 750 рублей Офигеть Не зря Толстый пластик То есть То ли такой 750 То ли бери на газ Вот такой Тоже 750 Вот он Братан Это вот Стандартный набор От него уже Мути Сам Все подкупают Братан И это Ну мне В итоге Вот на две машины На вас У меня Газ Вышло Порядком 18 косых Не учитывая Конечно Почтовую Пересылку Вот такая шнега Кстати Внешнее Питание Не понадобилось Не понадобилось Благо Но если в тех случаях Если оно понадобится Качественно Собрано По нашему Все по-русски Вот Московская область 2015 Не знаю Почему он с ПК С вами не дружит Но я может быть Такой старенький Ну ладно Я может быть Разберусь Хотя она вряд ли С андредом Все таки удобней И без проводов лишних И все И вот этот сканматик Можно для своей диагностики В принципе Приобретать Вот такие вот макароны С пирогами Вот так А если я еще больше узнаю Может быть И буду В будущем Производить диагностику Такую Посмотреть там Подрегулировать Естественно За более-менее Не более-менее А более-меншую цену Чем предлагают Нынешние Вот газ Нынешние Котиняниковские Диагносты Итак Мы уже У другой машины Тоже Соболь Но уже здесь Надо ей делать диагностику Уже видно Будет То есть Чек Как сказать Чек Чек не в магазине А тут Чек Он горит Где ты детка А Мне говорили Когда машина нагревается То есть она Работа Работа Работает И чек Загорается По-моему Он здесь находится Вот Чек Загорается И все И короче Что делать Пипец А так машина Вроде едет Вроде Но нам надо Ее подегонстрировать Посмотрим Какие будут Коды Неисправности Все дела Так вот Скоматик Идем 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 Ну тут уже Более-менее Все официально То есть Колодка Диагностическая Уже Где надо Находится И так Одной рукой Как неудобно Ладно Диагностический Разъем Такой Подключаем Во-первых Сейчас Давайте Настроим Подключение Сканматика К смартфону Ну Почему не стал Заморочиться Насчет ПК Там заморочки А программа Они подобные По функциям Они подобные Что на смартфоне Блин Что там Но только На смартфоне Удобнее То есть Не надо Особо ничего Таскать Там Не провода Ничего Сейчас Я запущу Приложение Сканматик 2 И Будем сейчас Работать И так Вот приложение Так Ну включим Что ли Зажигание Роль Закусила Вот Включили Зажигание Так У нас Короче Блютузик Включен Блютузик Включен Так Газ Здесь Говорили Другой Какой-то Не знаю Контроллер Поэтому Здесь Не Миказ Здесь Что-то Другое Поэтому Автоопределение Не знаю Что здесь Может быть Вот Вот Все СОАТ 3137 63 Определила Значит Что-то Такое Смотрим Ошибки Несправлен Датчик Положения Распредвала Есть Такой Контакт Низкий Бортовой Сети Высокий Уровень Сонал Первого Лямбда Зона Несправлен Сцепил Лампы Диагностики Диагностики Несправлен Сцепил Левентилятора На Землю Вот Такие Ошибки Можно Сбросить Пока Не Будем Сбросить Оно По Ошибки Ладно Пока Не Будем Сбросить Переменные Значит Что Нам Нужно Ход Часто Конечно Очень Анна Признак Признак Мощности Коррекции Начнем Нужно Блокировку В ходе Режим ХХ Признак Работы 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 Семь Признак Коррекции По Детонации Наш Нарушение Клобного Ассорбера Признак Работы Блокировки Коррекции Признак Записи Таблица Состояние Лямбда Зоны У нас Что-то Там С лямбда Зону Было Признак Детонации Ведомин Вращение Детонация Температура Впуски Напряжение Бортсети Дроссельный Насланг Массовый Частота Вращение Все Выбираем И Прям Значит Вот Они Все Детки Так Значит Нет Нет У нас Что Было Лямбда Зон Напряжение Синал 1 Второго Нет Лямбда Зон Есть 1 МВ 1200 Так Пуск Так Голоприжная Деревья Минус 5 Частота Бедная Богатая Ну Он заработает Первое Что пишет Бедная Богатая Так Где у нас Полостой Ход Да Воздух Русский Добрый Жил Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Если понравились Лайки Лойся Пальцы Вверх Мне нравится Такой Символ Вот И Будем Делать Обзоры